Доброе утро! Я хочу с вами поговорить на очень-очень серьезную тему. Я думаю, что каждый из нас испытывает огромное просто чувство стыда, чувство неловкости и чувство, которое просто приводит к тому, что хочется локти кусать, быть волком. Я глубоко извиняюсь перед населением нашего региона, перед людьми, которые доверили нам управлять регионом за то, что произошло. Случившее просто за гранью моего понимания. Думаю, что и у вас, наверное, аналогичное такое же мнение. Несомненно, такой факт опозорил и регион, и власть, и нас всех. Но вне зависимости от того, каких политических взглядов человек придерживается, как этот человек себя позиционирует, если человек нарушает закон, он должен за это нести ответственность и за это отвечать. Я бы хотел, чтобы мы сейчас обменялись мнениями, что нужно сделать, как мы будем оказывать содействие следствия, но и, естественно, что мы должны сказать людям и, конечно, руководителям Ульяновской области. Сегодня, тем более, мы их собираем, и у нас есть возможность сегодня с ними очень серьезно поговорить на эту тему. Своей стороны, хочу вас официально проинформировать о том, что буквально в ближайшие неделю, там, 10 дней, мы должны там очень серьезно подготовиться. Я проведу специально расширенное совместное заседание и правительству, и администрации губернатора, и совета глав муниципальных образований по рассмотрению вопросов, связанных с повышением эффективности противодействия коррупции. Вы знаете о том, что у нас на входе, если человек принимает решение пойти работать в органы власти, в широком смысле слова, будь то в исполнительную, будь то в представительную, законодательную, или работать в счетной палате, или в избирательной комиссии, или в органах местного самоуправления, создано достаточно большое количество институтов, которые человека просто сканируют всего. Вы, наверное, помните о том, что мы единственные в Российской Федерации, которые при приеме на работу стали даже использовать полиграф. И мы видим о том, что ситуация достаточно существенно улучшилась. У нас исключены, практически исключены факты, когда человек с нехорошими страницами жизни может пройти на работу к нам. Но вот потом, потом, потом начинается то, что нас сегодня вот с вами возмущает. В связи с этим я хочу, коллеги, с вами посоветоваться. Я подготовил распоряжение губернатора о реализации отдельных положений постановления губернатора от 16 марта 2017 года о психофсиологическом тестировании с применением полиграфа. Суть этого распоряжения, вот оно находится у меня в руках, заключается в следующем. Я предлагаю установить, что для осуществления в течение срока замещения соответствующей должности, мониторинга исполнения полномочий лицами, замещающими отдельные должности, и здесь идет перечисление, применять полиграф не только по мере необходимости, если вдруг появляется у нас в результате служебных проверок там или каких-то представлений сигналов возможности полиграфа, да, но и не реже одного раза в три года. То есть вот мы с вами проводим переподготовку, переобучение, и давно уже считаем о том, и потом экзамен, и считаем о том, что это правильно. Вот таким же образом, то есть все чиновники, имеющие, так сказать, властные полномочия, прежде всего руководящего состава, будут раз в три года, значит, по специальному графику не только проходить пересдачу экзаменов на знание законов Российской Федерации в Ульяновской области, но и проходить проверку. Специальную антикоррупционную проверку, в том числе с использованием полиграфа. Второе. Я предлагаю распространить данную практику психофизиологического тестирования с применением полиграфа на подведомственным исполнительным органам государственной власти учреждения и организации. Ну, мы вот сейчас с вами видим, что у нас произошло там здравоохранение, поэтому понимаем о том, что и на них будет распространяться. Третье. Я хотел бы рекомендовать государственным органам Ульяновской области, представительным и исполнительным органам местного самоуправления, внедрить в практику работы с лицами, замещающими отдельные государственные должности, муниципальные должности, такой же, так сказать, подход. То есть применять полиграф на предмет наличия в их деятельности, факторов риска, а именно фактов коррупционных правонарушений, наличие связи с преступными сообществами или сообществами, имеющими преступные намерения, участие в экстремистских организациях, религиозных, общественных объединениях деструктивного типа. Ну и, конечно, фактов злоупотребления должностным или иным привилегированным положением. И, конечно, мы хотели бы обратиться и к вам, Юрий Иванович, и к вам, Анатолий Александрович, и к вам, Игорь Ильич. Вы имеете особые статусы, чтобы и вы таким же образом, так сказать, издали соответствующий нормативный документ, которые позволяли бы нам с вами поставить вот этот непреодолимый барьер для разъедания коррупции органов власти. Ну и позвольте мне вот в вашем присутствии, давайте послушаем председателя правительства, которому было поручено незамедлительно не только оказать содействие следственным, оперативным органам, но и принять управленчие решения. Пожалуйста. Сергей Иванович, Анатолий Александрович, уважаемые коллеги, безусловно, та характеристика, которую вы дали, случившемуся, наверное, сложно вообще подобрать слова к этому, но мы должны были выполнить ряд обязательных процедур, которые в соответствии с вашим поручением, докладываю, были в полном объеме проведены. Ну, в первую очередь, безусловно, было организовано полностью взаимодействие с соответствующими следственными органами. Им сейчас оказывается полное содействие. Было принято решение и оформлено соответствующим распоряжением решение о том, что министр здравоохранения и семьи социального благоволучия Абдулов Рашид Акрамович на период проведения проверок, соответствующих отстранен от исполнения обязанностей. Соответствующие обязанности возложены на заместителя министра Чегиреву Инну Борисовну, потому что мы понимаем, что это очень важное направление, мы не имеем права приостановить вообще деятельность, как бы то ни было, в сфере оказания медицинских и социальных услуг населению. Кроме того, безусловно, мы понимаем, что в рамках следственных мероприятий были проведены изъятия технических средств, в том числе серверов. Однако были опасения, и вообще пошла информация о том, что могут возникнуть какие-то проблемы с выплатой социальных пособий. Докладываю, что буквально в течение 10-12 часов была проведена вся необходимая работа, передана необходимая информация, но сами сервера и программные продукты были введены в эксплуатацию и возвращены в общую систему, поэтому никаких сбоев в связи с этим, ни в выплате пособий, ни в осуществлении текущей деятельности здесь не будет. И, в общем-то, мы это сейчас понимаем. Кроме того, мы понимаем, что акционерное общество формации также находится в ведении региональном, и были приняты, проведены соответствующие процедуры, в соответствии с которым руководитель АО формации также был отстранен от исполнения обязанностей, но при этом мы понимаем, что исполнение контрактов и поставка лекарств осуществляется в том числе и этой организации, мы также не можем останавливать ее деятельность. Было принято решение и оформлен соответствующий протокол об осуществлении исполнения обязанностей заместителя начальника управления лекарственного обеспечения Тирпак Светланы Викторовны. Соответствующее должностное лицо назначено, и она теперь полностью несет ответственность за обеспечение своевременными лекарственными средствами и учреждений здравоохранения, и, безусловно, остальных львотных категорий граждан. Но, безусловно, мы не только формальную сторону исполняли в этой части, мы провели ряд и консультаций, и совещаний с коллегами в части выработки дополнительных также мер, о недопущении вообще проявления коррупции в сфере закупок. Сейчас соответствующий план мероприятий, предложения мы подготовили, который мы вам передадим, Сергей Иванович, буквально сегодня. Безусловно, это связано и в первую очередь, наверное, с ужесточением, усилением общественного контроля. Вы, безусловно, прекрасно знаете о том, что любая процедура закупки имеет не только контроль со стороны чиновников, со стороны комиссии, которая была создана по вашему поручению с применением контрольно-счетных органов власти, но и проходит общественное обсуждение. К сожалению, этот инструмент используется не так, как хотелось бы с нашей стороны. Те 10 дней, которые даются на публичное обсуждение, процедуры закупок, которые при внесении в полонографик, они в сегодняшний день не приносят тот эффект, который бы мы хотели. Поэтому мы хотели предложить включить активно именно в этот промежуток и в эту структуру, работая наши общественные органы, общественную палату и общественные органы при отраслевых министерствах. Думаю, что это очень серьезно может улучшить ситуацию в части принятия решений по тем или иным закупкам. Хорошо, давайте мы находимся, что называется, в процессе очень тесной работы с соответствующими органами. Ну и, конечно, еще раз говорю, готовьте совместную вот эту встречу правительства со мной, где мы должны кардинально еще раз обсудить, пересмотреть все те меры, все те решения, которые у нас принимаются и которые, по всей видимости, позволяют иметь такие вот коррупционные факты в нашей деятельности. И, конечно, просьба и к вам, с учетом того, что счетная палата сейчас с приходом к Удерину, да и с вашей личной позиции, я знаю, рассматривать не только строго, значит, что делается с нарушением финансов, но и более широко смотрят. Поэтому тоже, наверное, стоит подумать о том, как посмотреть и с точки зрения профилактики коррупции в ходе проверок и выявления нарушений, которые допускаются должностными лицами. Для меня это очень важно, вот мы вчера с Анатолием Александровичем вчера в Москве, опять же, этот вопрос обсуждали, у нас позиции, в общем-то, достаточно единые. Я такое же поручение дам и контрольному управлению. Анатоли Александрович, пожалуйста. Спасибо, Сергей Иванович. Уважаемые коллеги, случившиеся наглядно свидетели о том, что борьба с коррупцией и работа в этом направлении продолжается. Это правильно. Несмотря на то, что это позорный для нас факт, крайне нелицеприятный, который бросает тень на всю власть, тем не менее, эту работу нужно продолжать. Продолжать и вести ее дальше, активно очищать наши ряды от вот таких вот персонажей, которые пришли во власть для того, чтобы использовать ее с целью наживы. Мы об этом говорили буквально на недавней, стоявшейся в медицине конференции, которая была посвящена борьбе с коррупцией, называли конкретные вопросы, какие проблемы, которые там имеются. Поэтому, конечно, необходимо сделать так, чтобы во власть не пробирались люди, которые используют эти возможности для наживы, для обогащения и так далее. Такая работа будет продолжена обязательно. Мы вот сейчас находимся на пороге нового избирательного цикла, новых выборов. Сделать все, чтобы в законодательное собрание, да и во власть не попали такие люди. Внимательно смотреть. Конечно, поддерживается Ваше предложение, Сергей Иванович. Здесь уже... Я тогда подписываю, да? Подписывайте. Здесь нет никаких... Никаких нет здесь, так сказать, но надо это делать. То, что произошло, это наглядно свидетельство также о том, что люди не прощают и видят все, и не будут молчать. Это нужно понять. Народ-то все видит, что все, что происходит. Те, кто работает в медицине, тоже это видят. Конечно, эти были сигналы соответствующие, которые послужили возбуждению уголовного дела, которое, я надеюсь, будет доведено до конца, до логического завершения. И уже суд решит конкретно, так сказать, меры воздействия к этим лицам и то, что происходило. Я думаю, что наряду с этим следует, конечно, нам подумать о том, как нам совершенствовать законодательство в области так называемых тендеров, закупок. Потому что как только это возникло, в ситуациях только закон был принят соответствующий, стали возникать такие ситуации. Без конца они возникают. Без конца возникают. Дает возможность, вот здесь, так сказать, совершать такие действия, злоупотреблять. Поэтому над этим мы тоже подумаем, будем вносить соответствующие предложения и в Государственную Думу о совершенствовании этого законодательства. Ну, а в целом я хочу сказать, что, конечно, мы, хоть это для нас и болезненно, все равно идем по пути оздоровления ситуации. И эту работу будем продолжать. Ну, давайте вот сейчас пообсуждаем это все, в том числе предложения Анатолия Александровича, связанные с ужесточением законодательства по закупкам, по приобретению ценностей товаров, которые, так сказать, проходят в органах власти. Давайте, нам сейчас ничего не мешает. Время, слава Богу, позволяет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова